Здравствуйте! Сегодня, 2 октября 2013 года, я посетил лекцию Нобелевского лауреата 1997 года в области физиологии Стэнли Прузенера. Лекция проходила в 1-м медицинском университете имени академика Павлова в 7-й аудитории. Желающих послушать этого оратора было очень много. В аудитории не было свободных мест и люди сидели даже на ступеньках. Стэнли Прузенер рассказывал о том, как он открыл новый инфекционный агент, который он назвал прионом. Это изменивший свою конформацию белок, который приобретает способность размножаться и поражать организмы человека и животных. На этой лекции я узнал, что в основе многих нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона и Харрегентингтона, лежат именно прионы. Также я узнал, что амилоидоз в своей основе в большинстве случаев имеет также прионную природу. Что такое прионы и что значит изменивший свою конформацию белки? Белок состоит из множества аминокислот и эта последовательность аминокислот представляет собой первичную структуру белка. И именно эта первичная структура белка определяет то, как этот белок в дальнейшем сложится во вторичную, третичную, иногда даже в четвертичную структуру. Это четвертичная структура или третичная структура и представляет собой конформацию. И в норме этот белок безопасен и он выполняет какую-то функцию в нашем организме, он полезен. Но изменивший под какими-то воздействиями свою конформацию белок становится чужеродным, приобретает функции инфекционного агента, начинает размножаться и поражать организм. Он способен передаваться от животных к человеку и вызывать вот все эти болезни. Я рад, что у меня была возможность посетить эту лекцию и таким образом повысить свои знания в области медицины.